Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы Акцент, я ее ведущий Юрий Алаев. А в студии у нас сегодня профессор, доктор геолого-минералогических наук, руководитель диссертационного совета КФУ и главный проректор по вопросам научной деятельности Донецк Казач Нургалеев. Спасибо, что выкроили время поучаствовать. Повод, я должен сделать некое предварение, повод для сегодняшней встречи или причины довольно неожиданно. На днях в социальной сети Facebook один из ученых, один из сотрудников Казанского федерального университета, я не буду пока называть его имя, выложил свои выкладки, которые показывают, мягко говоря, неочевидную взаимосвязь или неочевидную корреляцию, точнее, между публикационной активностью университетов и вузов в целом, и их лицензионно-патентной эффективностью, если можно так выразиться. И вот эта вот развилка, этот какой-то разрыв, а по некоторым позициям, наверное, даже и обратно пропорциональная зависимость, как раз и дала мне повод обратиться к Данисту Казач Нургалееву с просьбой как-то это прокомментировать под телевизионные камеры. Честно говоря, конечно, Данист Казач, я рассчитывал, что этот ученый наш, который опубликовал вот такие вот любопытные выкладки, табличные материалы в Фейсбуке, он сегодня будет сидеть рядом с вами, и мы как-то на троих, как принято говорить, да, или как принято в России, все это обсудим. Но у человека был ряд причин, ну, не то что отказать, уклониться, скажем так, от участие в телевизионном формате, это его право. Но от этого проблемы меньше не становится. Я думаю, что нам сегодня будет что обсудить. Вы эту публикацию видели, во всяком случае, табличные материалы. Я сейчас просто хочу попросить наших режиссеров, чтобы они показали две для начала таблички, патенты компаний университетов и патентные заявки всего в мире и вклад университетов. Нашим телезрителям немножко их подержать на экране, эти таблички, а я попробую, значит, прокомментировать коротко и потом уже к вам с вопросом о развернутом комментариях хочу обратиться. Ну, вот что обращает внимание? Конечно, откровенно говоря, шокирующая вещь. Получается, что основной массив научных публикаций и основной же массив патентных заявок, да, неважно там реализованных, не реализованных, ну, по крайней мере, зарегистрированных, да, приходится на катастрофически малую долю университетов мира. По научным публикациям 95% приходится на 5% университетов, существующих вообще на планете. А что касается патентов, лицензий, то тут вообще менее 1% университетов концентрируют 95% вот этой патентной лицензионной активности. Я, конечно, вот когда дошел или там, грубо говоря, допетрил, да, вот до этих мыслей, так отложил все это в сторону, стал соображать и у меня нет какого-то ответа внятного. Почему так происходит? Что получается, что подавляющее большинство университетов мира на самом деле не вносят почти никакого вклада ни в научные разработки, более или менее значимые реально, а не для галочки, ни в прикладные исследования, которые увенчиваются какими-то технологическими решениями способствуют вот прогрессу здесь и сейчас или завтра, по крайней мере. Как вы это оцениваете, как это вообще можно объяснить? Ну, здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень интересный вопрос, конечно, он и в России так и так же выглядит, и, в общем-то, во многих зарубежных университетах и компаниях вот такая связь существует. И вот даже в Китае вот существует такая связь. И вот если посмотреть по России, то, например, очень большое число патентов принадлежит физическим лицам, как ни странно. Просто есть люди, которые имеют по несколько тысяч патентов. Ну, это спешно несколько, да? Ну, это интересно, да. Интересно. И потом, например, вот есть такая информация, вот, да, если посмотреть, ну, подпоследовать отчеты, значит, нашего Роспатента ежегодные, то можно увидеть, что, например, среди университетов, которые имеют много патентов, не обязательно это хороший университет, а чаще всего это наоборот. То есть, вот, вообще тут существует, наверное, две или три тенденции такие, то есть, или факторы, которые приводят вот к такому положению вещей. Ну, во-первых, первое, не факт, что университет должен вот какие-то инновации делать. Потому что, знаете, даже в этом есть некое такое вот противоречие. То есть, вот, если, например, университет будет увлекаться инновационной деятельностью, то вполне возможно, что это помешает даже в каком-то смысле, вот, ну, при определенном отсутствии хорошей инновационной инфраструктуры, он приводит к тому, что, например, профессора, которые придумывают, как работают, занимаются какой-то фундаментальным исследованием, да, наукой, придумывают какую-то интересную вещь, потом уходят в инновации, например, да? Такое тоже возможно, да? Когда вот человек работал-работал, придумал что-то хорошее, и свалил вот себе, так сказать. Начал коммерциализироваться. Да, начал коммерциализацией заниматься. Я говорю, слушай, я хочу вот тут заработать, вот все, я уже старый, там, вот давай-ка я вот это сделаю, да? Понятно. То есть, логика такая, она существует, и для России, в общем, достаточно такая вот, ну, обычная такая, логичная, как бы, логика такая, знаете, так скажем, да? Вот это вот вещь есть. И потом, с другой стороны, а кто в России сказал, что университет должен заниматься инновациями? Да, сказали. А что для этого сделали вообще-то? Я думаю, что ничего особенного пока еще не сделали. То есть, вот даже, например, тот факт, что мы должны, вот в университетах что дается, какое дается госзадание, да? Это, значит, подготовка специалистов, там, востребованных областях, там, IT, там, вплоть до, я не знаю, до философии, да? Это все выражается вот в этих контрольных числах приема, цифрах приема. То есть, говорит, вот в этом году вот мы даем им бюджетный мир столько-то вот на это направление, столько-то, и это вот, и это цифры, они именно регулируют, куда университет должен развиваться в образовательной сфере. С другой стороны, министерство дает деньги на научные исследования и подразумевает, что там тоже есть инновации, потому что там требуется сколько патентов вы сделали, сколько вот вы... То есть, есть это в регламентах министерства? Да, это есть в бумагах, то есть, в принципе, такое управление сверху, да, движение, значит, силы такие существуют, на самом деле, но они достаточно слабые, потому что, если, например, в области образовательной контрольные цифры приема, они значительные, скажем, да, там, несколько тысяч, университет получает там несколько тысяч бюджетных мест по разным специальностям, эти специальности распределены там, в зависимости от региональных необходимостей, значит, для России, для страны в целом, какая необходимость существует, то есть, определены. А вот в области госзадания научного суммы очень маленькие, они, ну, на порядок, на порядке меньше, чем те, которые выдаются на образование. Ну, это, наверное, связано с тем, что у нас основная научная, так сказать, деньги уходят в Академии наук, все остальные деньги, которые мы получаем по науке, мы выигрываем сами, то есть, это гранты разнообразные, Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований, там, всякие, значит, фонды министерства. Ну, можно сказать, что это такая разовая, да, вот, инъекции, выиграл, отработал, выиграл, отработал, не выиграл, не получил ничего на науке. Ну, да, то есть, говорит о том, что у нас какая-то политика, и что вот университеты должны, там, вот, получать патенты и, как бы, внедрять их, вот, в реальную экономику, такого, в общем-то, нет. Вот, если бы было написано, что вот, наряду с госзаданием по образованию, по науке, мы получали бы госзадание по инновационной деятельности, это другое дело. То есть, мы получали бы, например, средства на содержание технопарков, бизнес-инкубаторов, на их расширение, да, на поддержку стартапов, то тогда, наверное, университеты бы вынуждены были в этом направлении работать, они бы патентовали, передавали бы эти патенты, значит, этим малым предприятиям, своим выпускникам, для своих выпускников создавали бы, высокотехнологичные рабочие места, и компании, которые бы вырастали в этих технопарках, бизнес-инкубаторах, потом развивались бы, уходили бы в сторону, в том числе, с веревочкой к университету, да? Да, 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 понимаете? Сразу возникают в памяти, конечно, Кремниевые долины, там, что-то такое, да? Вы знаете, нельзя говорить, что вот мы как в Кремниевой долине сделаем, да? Кремниевая долина находится в Соединенных Штатах Америки, у них свои законы, своя инфраструктура, свои банковские... Я имею в виду модельство, бизнес-ангелы приходят, желание такое есть. Или желание такое, понимаете? Дарья сказал, что-то интересное такое, ну, во-первых, вы упомянули о Китае, сейчас мы к нему вернемся. Ну, я хотел бы сказать, что вот вы говорите, что там госзадание, но ведь это мы начали с того, что это не только российские, да? Это общемировая такая тенденция, что на самом деле... Немножко другая проблема. Ну, сейчас мы... Давайте чуть попозже. Вот я просто хочу на пальцах, да, для себя, да, упростить. Значит, университет, ну, давайте, вот российский пример вы показали, развили его, значит, рассматривается, во всяком случае, властями, да? Прежде всего, как образовательное, чтобы мы не говорили, в первую очередь, образовательное, подготовка кадров. Это одно направление деятельности любого университета, ну, или, скажем, шире, любого вуза. Следующее, которое здесь параллельно идет, да, это все-таки некие научные исследования, которые, в свою очередь, делятся минимум на две, а так-то я бы их на три части поделил. Это научные исследования фундаментального характера общие, да, которые в той или иной пропорции в разных вузах имеют место быть. Это научные исследования, направленные на решение неких прикладных задач, да, в том числе вот и в КФУ. Насколько я понимаю, ведь хороший, довольно-то богатый опыт в этом смысле вот по вашей сфере, по нефтехимии здесь можно примеров привести. Сейчас по биологии, по фармакологии, да, по медицине. И есть еще одно направление научной деятельности, это научная деятельность для заполнения научных журналов. Тоже надо признать, да, что раз это фигурирует в международных авторитетных рейтингах, уровень актива, публикационной активности, Воленс-Ноленс, руководство обязывает, сотрудники пишут, они должны эти статьи в соавторстве, не в соавторстве, через самоцитирование, через какие-то другие штуки проводить. И вот таких, значит, три поднаправления в научной сфере. Одно, значит, образовательное, бесспорное. Ну, оно не бесспорное, если заниматься специально этим вопросом рассматривать. Но мы сейчас говорим вот о соотношении все-таки внедренческой или патентолицензионной, точнее, деятельности и науки. И вы сказали, что, ну да, ну вот у нас фактически госзадание по науке не столь конкретно, не столь масштабно, да, выразимся мягко, то есть денег там практически нет, и, соответственно, нет стимулов. А, ну, у нас без госзадания, госуказания мы, люди сами, там, или в содружестве с какими-то фирмами уже нет, никакой, как принято говорить, политической воли нет, не стимулируется, только, 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 если вот сверху дадут какое-то задание. Это первую очередь, понимаете, люди же за свою работу должны получать зарплату, и у каждого есть должностные, так сказать, обязанности, да, должностные обязанности, например, человека, который работает профессором Казанского университета, они прописаны, у него есть там занятия, первая половина, что называется, дня, вторая половина дня, он занимается с аспирантами, в том числе он ведет научные исследования, собственно, да, там, значит, фундаментальные, поисковые, прикладные, то есть он ведет, и, естественно, он, конечно, обязан публиковаться, раз он проводит исследования, должен быть некий продукт. Результат какой-то. Как минимум, публикация, да, если у него есть какие-то, скажем, наработки, которые прикладное значение могут иметь, он их, значит, в виде патентов, так сказать, формализует, да, публикует, получает эту бумагу, да, опять-таки, если мы ему говорим, да, ты должен получить два патента, в приказ, значит, вписываем, да, вот хорошо. Но все эти цифры, ну, сейчас все любят цифры, да, контрольные цифры, контрольные, значит, параметры, значит, эффективности, KPI, вот все эти цифры, они нужны, потому что, как бы, все хотят считать модели, считать вперед, назад, там, движение считать, чтобы удобно было, так сказать, да, вот цифры. Мы, как бы, очень часто уходим в эти цифры и говорим, вот нам положено 100 патентов, вот давай мы их распределим между всеми вами, да, а откуда 100 патентов, кто положил-то их нам, да, то есть нам их никто не сказал, что вот давайте вы должны 100 патентов делать, да, ну, это тоже, как бы, не очень правильно, потому что вам скажут 100 патентов делать, я наделаю, я могу каждую неделю один патент делать, да, спокойненько, так сказать. Вы сейчас шутите или серьезно? Запросто? Запросто, без проблем, вообще без проблем, это не составит большого труда, я же говорю, есть люди, которых, например, вот, есть несколько тысяч патентов, которые он лично сам имеет, в России есть такие люди. Какой смысл в этих патентах? Вот я тоже не понимаю этого смысла, но, видимо, какой-то смысл есть, просто так человек не будет делать этого, то есть какой-то смысл есть, наверное, на этом деле зарабатывать какие-то деньги, да, то есть, например, если сегодня Казанский университет имеет, там, около 250 действующих патентов, там, на изобретение, на модели, и плюс, там, еще тоже примерно столько же, 250, там, на программы, как бы, да, один человек, там, вот, какой-либо человек, там, он имеет, вот, 17 тысяч патентов, например. О, ужас, это наш соотечественник? Да, это наш соотечественник, который имеет 31 процентов патентов, значит, из топ-100 он имеет. Я некоторое время назад разговаривал с начальником одного патентного, там, скажем так, бюро, и он мне сказал, говорит, слушай, да, завалено все эти патенты, а толку-то, ну, не лежат они. Вот, это и есть, как бы, вот, наверное, истины где-то тут рядом, как говорится, да, как говорится. Понимаете, а зачем эти патенты? Если поставили цифру, мы их сделаем, без проблем, да, но вся проблема в том, что нет мотивации, то есть, вот, нет, человек бы хотел, вот, Китай, возьмите Китай, вот, мы вернемся в Китай, вы хотели вернуться в Китай. Да, 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 тут у нас есть, есть, с чего вернуться. Китай, вот, сегодня они просто помешаны на патентах. Вот, я приехал в Китай, в университет, в Ченду, зашел, и мне говорят, давайте посетите наше патентное бюро. Я пришел, прекрасный офис, прекрасные ребята сидят, они тут же меня взяли в оборот, говорят, а вы, что бы, хотели бы, ну, тут вам все, тут вот так, сяк, то есть, там люди заинтересованы, они обсуждают, говорят, вот это патент, не просто патентуют, они спрашивают, а что это, кто это может использовать, а есть ли возможности, вероятности. Вот в этом-то и фокус, патент ради пациента вообще никому не нужен, на самом деле. Нет, ну, он нужен. Нужен все-таки? Видите, он, видите, он, а у нас нужен, получается. Кому-то он нужен. Какие научные земли. Ну, хорошо, продолжим. Ну, вот, в Китае, прихожу, они тут же меня взяли в оборот, говорят, спрашивают, вот, я говорю, конечно, конечно, у нас есть интересная разработка, давайте вот, совместно, вот, будем, Китай, у вас же огромные, значит, возможности, страна, там, разработки, интересные публикации, давайте, вот, вот, что вы, то есть, понимаете, вот, существует некий, слово, скажем, рынок, реальный рынок, и он, рынок не просто, скажем, как сказать, исполнение, не таково, тех, кто производителей, но и рынок потребителей существует, да, то есть, если производители есть, потребителей нет, это не рынок, да, это, не знаю, как это называется, да. Есть производители, есть потребители, сбыта не будет. А там существуют и те, и другие, и причем они очень жадно этим, так сказать, туда смотрят. Вот, приезжали там недавно компания Синопек, представители, ну, представители, очень такие важные люди, серьезные, у них сразу, вот, я начинаю рассказывать, что-то такое, они говорят, у вас патент есть? Я говорю, да, есть, вот, на это у вас есть патент, я говорю, да, на это тоже есть. Международный? Нет, российский, давайте запатентуем в Китае, вот, да, то есть, у них интерес, они с удовольствием это, понимаете? Вот, смотрите, интерес в чем проявляется, извините, что я перебиваю вас, да, но, да, вот вы, там, 17 тысяч патентов какого-то человека, физического лица, вы говорите, что вам запросто, вы можете каждую неделю выдавать по патенту, и, конечно, я думаю, многие телезрители сейчас просто впали в глубокую задумчивость. Это вряд ли. Как это так? Оказывается, это так просто взять и что-то там запатентовать, или, по крайней мере, заявку подать на патентование. Но ведь патент имеет смысл, если у него, как говорится, у предложенной модели, у предложенной технологии, или у какой-то программы запатентованной, есть перспективы, вот, рыночные, как вы сами сейчас сказали. Рынок должен быть, рынок, понимаете, рынок, реальный. Да, да, а в чем идея, там, 17 тысяч патентов, если у них нет никакой перспективы, зачем вообще они, эти штуки называются патентами, почему их дают, если нет никакой практической... Мы не говорим патент, патент это как бы общенное наименование. На самом деле существует очень много всяких вот форм интеллектуальной собственности. Это и товарные знаки, это и программы, база данных. То есть, вот вы и это все включаете в патент. Да, 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 естественно, конечно. Но это тоже, товарный знак, это тоже, в каком-то смысле, интеллектуальная собственность, понимаете? Ну да, да, но это все-таки не патент. Ну это не патент, но это, значит, вид интеллектуальной собственности. Но есть еще, например, полезные модели. Это уже практически патент. Это конкретный объект, который вот так вот сделан, вот все это построено, написано, и он работает. Ну это ближе, да, в моем понимании это ближе к патенту. Это вполне, так сказать, объект, который может подаваться. Китайцы, которые помешаны на этих патентах, они благодаря этим патентам собираются упрочить или развить до степени гегемонии свое все четче обрисовывающееся технологическое преимущество? Конечно. Догнать США? Конечно. Но вообще-то вот сейчас я попрошу, у нас там есть еще одна табличка, да, сведения о расходах на исследовательские деятельности с ведущими компаниями. Предварительно я хочу сказать, вот пока телезрители, наверное, уже видят эту табличку, да, я хочу сказать, что, как вы уже отметили, китайский университет как раз основной вклад и вносит в патентную активность. Это как раз вот в этих выкладках нашего коллеги из КФУ тоже можно увидеть, это отражено. Но когда дело доходит до расходов на научно-исследовательские разработки внедренческие, то вот по таблице мы смотрим, Китай уже далеко не на первых местах. США, США, Германия. Что у нас тут дальше? Следующая страничка. Да, Южная Корея, США, США, Швейцария. В общем, США и первого китайца, мы, да вообще мы здесь в 25 наиболее мощных таких вот вложений в IRNB, ничего такого и не видим как раз китайцы. Ну да, это компания. Компания, да, я и говорю. Но, как мы уже с вами видели из этого всего, на самом-то деле, компании и весь этот балл, всем этим баллом и руководят университеты. Я до этого уже упомянул, 5%, 1% вклада, а все остальное это собственно компании. Почему так происходит? Мы же вроде говорим о том, что, ну и по крайней мере, вот насколько я могу судить по Казанскому федеральному университету, по другим казанским вузам, это такой тренд, что ли, такая генеральная линия партии. Надо обеспечить стыковку там, да, как раньше говорили, смычку между городом и деревенью, а мы сейчас говорим между университетом и бизнесом, вот это взаимопроникновение там, обогащение. Ну, все правильные слова здесь произносятся, но у нас есть, да, хорошие несколько примеров реального такого взаимодействия, если угодно, взаимообогащение в прямом и переносном смысле слова. Но мировая практика показывает, что все-таки транснациональные корпорации, национальные компании, единороги и компании, которые можно отнести в планетарном масштабе к среднему, они все-таки стараются сами финансировать научно-технические разработки, в том числе и патентно-лицензионную деятельность, как один из результатов, да. И опираться на собственных сотрудников, на собственные, там, НИИ, там, КБ, выражаясь российским языком. Почему это происходит? Почему из комы и, в общем, наверное, честно, надо сказать, вузами, университетами желаемая смычка, да, такая вот, она не пользуется популярность? Ну, и есть. Эта смычка очень хорошо работает за рубежом. Вот вы сами же сказали, что передовиками в области, значит, расходов R&D и патентов, по сути дела, да, патентами, обладательными патентами, являются компании. В том числе и в Штатах. Вот, кроме Китая. Может быть, в Китае, вот, наверное, я сейчас не могу привести статистику, там такое ощущение, что компании не обладают таким большим количеством патентов, патентами обладают университеты, вот эти вот, да. Вот почему происходит, скажем, на Западе так, да? Хорошо. Вот MIT, например, да? У него, конечно, много патентов у этого, значит, университета. Ну, Массачуссовский технологический институт, да? Да, да. Но зачем ему эти патенты, скажите мне? Есть какие-то патенты, он может их продавать, да, хорошо. Но не каждый патент, не каждый патент так продашь. То есть, чтобы патент превратить в товар, не всегда он становится товаром, как только становится патентом. Ну, да, это правда. То есть, ее нужно еще продвинуть, либо этого товара еще на рынке нет, либо этот рынок уже занят другими товарами, и чтобы обеспечить ему конкурентоспособность на этом рынке, его надо еще произвести. То есть, университет выгодно обладать теми патентами, которые вот без этих вот телодвижений уже дают, как бы, прибыль, успех. То есть, они заведомо обречены на успех, да? То есть, то, что не нужно масштабировать в промышленных размерах, да? Ну, какие-то вещи, которые являются явно совершенно новыми. То есть, зонтиками такими. Вот патент, а под ним еще вот там десяток патентов будет уже, как бы, да, можно как бы открывать. Вот. Вот такие патенты, наверное, имеют смысл. То есть, а какой-то патент, который еще должен побороться за свою, так сказать, вот работу на рынке, да, на рынке вот того товара, который запатентован, его еще надо сделать и на рынок продвинуть. То есть, университет этого не может сделать. Поэтому, чаще всего, эти патенты, как бы, правила, они передаются компаниям. Причем, компания дает университету деньги и говорит, вот все, что вы получите, это все наше. А, результаты. Результаты. И эти патенты, даже вот эти, значит, товары, значит, интеллектуальной собственности, она даже не патентуется в университете. Она патентуется уже в компании. Конечно, компания сегодня и за рубежом, и в России тоже, кстати, начинает больше, все больше и больше научную деятельность у себя делать, развивать. То есть, на Западе, скажем, еще есть такая тенденция, когда компании крупные строят в университетах ЭНД-центры, финансируют их и, так сказать, получаемые результаты забирают. Это для университета очень хорошо, потому что там эти магистры, аспиранты там крутятся, работают, там, да потом они, они же приходят в эти же компании, эти выдающиеся выпускники университета. То есть, это очень хорошо. И университет доволен, даже, университет доволен, даже без того, что он не имеет патентов с этих ЭНД-центров. Но это не его собственность, правда? Да, поэтому и даже создаются какие-то, вот знаете, такие вот смешанные такие структуры, где университет, технопарк, что-то такое, да, компания, вот, и вот это вот, вот здесь возникают вот эти самые вкусные и интересные объекты интеллигальной собственности. И, конечно, университет, получив какой-то патент, что он с ним сделает? Во-первых, у него нет денег на производство чего-то, на выпуск какой-то конкурентоспособной продукции, чтобы на рынке ее показать, там, двигать, да, то есть, этот, этого бумага, она не становится реальным товаром на этом рынке. В России, можно сказать, сегодня, ну, я, может быть, ругаться буду, но рынка интеллигентальной собственности сегодня у нас нет практически. Есть рынок, вот, например, каких-то, вот, там, не знаю, произведений искусства. Слушайте, это очень интересно, Даня Скалыч, можно я вам вопрос немножко, может быть, он покажется чуть в стороне от темы нашей сегодняшней беседы. Есть такие наблюдения, что вот на Западе, да, в США, там, в странах Западной Европы, вот, был просто бум патентной активности в первую половину 90-х годов прошлого века. И некоторые люди, которые склонны к конспирологическому мышлению, говорят, я слышал ни один, ни два раза и читал неоднократно об этом, что причина вот этого вот всплеска, этого бума патентов, причем патентов не дутых, неизвестно с какими перспективами, а со вполне уже такие рыночные, как говорится, перспективы, с хорошим выхлопом, выражаясь вульгарно, что вот этот всплеск, этот бум являлся следствием того, что когда мы, когда СССР рухнул, наша наука доселе, там, на 90, наверное, или на 80 процентов закрытая от внешних глаз и ушей открылась миру, и предприимчивые деятели науки, и дельцы от науки просто вот мелким бреднем прошлись по нашим закромам, НИИ, КБ, институты, университеты, все, что сливки, как говорится, сняли, вычерпали, и именно этим, как вы сейчас сказали, университет может даже сам не патентовать, за него запатентует фирма, в данном случае страна наша ничего там не запатентовала, а они запатентовали, насколько это дань конспирологии, а и насколько это реальность? Не, ну, в каком-то смысле это, конечно, реальность, я не думаю, что это уж прямо катастрофическая какая-то вещь, хотя в некоторых областях это, наверное, и катастрофически было. Да, то есть были, когда, ну, я знаю какие-то примеры, когда целый НИИ работал, 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 ничего, конечно, особенного там конкретного не сделали, но сделали прорыв в 5-6 областях, да? Ну, как бы таких, но они хотели что-то гигантское сделать, ну, вот что-то там по мелочи сделали. Вот эти мелочи были собраны, ну, какие-то люди собрали их, создали малые предприятия, скажем, сегодня, они успешно работают в России, например, да? Я знаю такие компании, которые, по сути, пользуются вот теми той интеллектуальной собственности, которая была создана на советские годы целым институтом, например, да? Они взяли, создали, это, в общем-то, я считаю, неплохо, это работает на Россию, хотя это частники, хотя это, значит, государство платило это деньги, ну, в конце концов, ничего страшного, да? Какая-то часть таких вот вещей, она, конечно, уехала в Америку с людьми, которые уехали туда. В Америку там, я не знаю, в Израиль, еще куда-то, еще куда-то. В общем-то, надо сказать, что не самые там уж последние люди туда уехали, да? Какие-то времена были. Вот, и эти люди, наверное, тоже прибрали кое-что. Тоже знаю, вот конкретные примеры такие, да, и вполне они такие реальные. Не могу сказать, что это прямо катастрофически подкосило нашу страну. Наверное, в каких-то областях это и было. Не эксперты в этой области, вот. Мы можем сказать, что произошла некоторая регенерация, что ли, вот этих научных тканей сейчас в России, что мы восстанавливаем свой потенциал или нет? Нет, конечно, какие-то вещи, какие-то вещи мы потеряли. То есть, какие-то вещи, ну, потому что их даже целые области были потеряны. Электроника, например, да, микроэлементы, база. Какие-то области были просто потеряны, потому что гнаться невозможно уже, да, уже поезд ушел, бежать за поездом уже бесполезно, да, практически. Но, тем не менее, ну, кроме военной области, скажем, да, то есть в военном секторе мы, конечно, должны все это поддерживать. Это как бы обязательная вещь. А вот, чтобы выйти на открытый рынок, на вот такой массовый рынок, скажем, с таким товаром, мы, конечно, во многих областях уже просто не можем, да, и, наверное, не сможем никогда уже. Ну, в конце концов, это не так страшно. Ну, то есть, есть, скажем, страны, которые в чем-то специализируются, в чем-то нет там. Ну, да, да. В этом все страшно, наверное, нет. Япония никогда не делала самолетов, и, тем не менее, как-то не страдает от этого, да. То есть, вот это есть. Вот, знаете, я хочу вернуться к вопросу о том, что вот я сказал такую фразу крамольную, что рынка интеллектуальной собственности в России нет, да. Это не приговор, конечно. Вот я за последние годы, я уже работаю довольно долго в этой области, ну, вот занимаюсь такими вот обсуждениями, с людьми разговариваюсь, с компанией немного общаюсь уже больше 10 лет. И у меня вот за это время появилась такая, знаете, уверенность жесткая, что сегодня в России этот рынок возникает. Причем этот рынок возникает от потребителей, от крупных компаний. Я понимаю, что в области IT, интернета, скажем, программных средств разнообразных, начиная от покупки чего-то, поездки на экскурсию и кончая колоссальными софтами в области управления, возникает вот рынок в области нефти и газа, например. Вот такая область, консервативная такая область. Говорят люди, что эра нефти и газа кончилась, да. Но сегодня в этой области компании и люди, в общем-то, понимают, что вот сегодня пришло время, когда научные методы надо использовать для добычи, для разработки вот этих тяжелых запасов. Здесь, в общем-то, на сегодня, по крайней мере, лет на 50 перспективы есть. Никто не заменит эту энергию углеводородную на ветер, солнце и воду. Это понятно. Очевидно. И здесь еще можно довольно много заработать. И кто здесь придумает хорошие технологии, ключевое слово, тот и выиграет. И поэтому вот я отчетливо вижу, буквально последние 3-4 года, ну, 5 даже, может быть, лет, что эти компании охотятся за хорошими идеями, патентами и уже жестко делают так, что вот договор заключаешь, все наше. Даже некоторые пишут, все наше, и что же потом сделаете после... Тоже наше. Это вот это, чья сторона пишет? Это пишет отечественная сторона или это пишет зарубежная? Отечественная сторона пишет. Нет, ну, это, конечно, ну, мы, конечно, подписываем. Ну, понятно, да. Понимаете, ну, потому что, если судебная разбирательность будет, то та сторона, конечно, не сможет выиграть, потому что, ну, как бы, это ущемляет права человека. В общем, тут глубокие корни этого дела есть. Поэтому мы с удовольствием подписываем такие договора. Надеюсь, что они, надеются, что, может быть, что получат все, что мы будем делать. То есть, это и возникает. Значит, и здесь какова вероятность, что вот вы подписали договор, выполнили эту работу, они это внедрили, а у нас нет? Нет, ну, конечно, мы, понимаете, вот мы, почему идем на эти проекты, скажем, когда мы никакой, никакой интеллектуальной собственности, ну, спорить бесполезно, да, как мне говорят, все. Некоторыми компаниями нам удается сказать, давайте пополам, хотя бы, скажем, да, вот мы, что, иногда мы договоримся... Ну, и что, расчетная роялти? Нет, просто пополам. Мы соавторы равной доли. Так. Соавторы и совладельцы этого патента. И любые действия, там, роялти, там... Ну, понятно, любой доход, который идет от этой деятельности, делится пополам, соответственно, да. То есть, там уже специальным договором можно договориться, что вот мы то-то, то-то делаем вместе, там, или там они вкладывают больше, мы уменьшаем свою долю. Это все можно делать, в принципе, да. Но это тоже не так просто сделать. Вот мы, например, получили патент, теперь мы... Несторная компания говорит, давайте мне, говорит, вот... И мы... И что вот я тут должен делать? Вот есть патент у меня, говорит, давай мне. Я говорю, хорошо. И как я должен, скажем, вот это вот... Скажешь, ты мне даешь, там, 10 рублей, каждый месяц там платишь, там... Он говорит, нет, давай 5 рублей. Я говорю, ну, 5 рублей мало, слушай, давай 10. Он говорит, давай 7. Хорошо, договорились, подписали, да. Потом приходят мне ко мне, говорят, слушай, а ты еще 7-то взял? Надо было взять 70. Ты, говорит, что-то там неправильно сделал, да. То есть, вы меня поняли, о чем, да? То есть, здесь вот не существует еще как бы регламентов, как это все делать, на самом деле. А, ну, тут это еще и вопрос. Это целая область. Конечно, да. Вопрос, как обсчитать потенциальную доходность того или иного. Да, да, это сложно. Конечно, можем обратиться в компанию, которая... Специалист в этой области там объявит тендер, скажет, давайте посчитайте, сколько этот патент стоит там. Ну, собственно говоря, так зачастую и делают. Нанимают консультантов, нанимают специалистов. Да, опять-таки, а кто это консультанты? А вот вы посчитаете, три компании, они посчитают там на три порядка отличий, понимаете? Которая из них правда? Да. То есть, это целая область, в которой я даже не захожу, вы сами понимаете, да? Но вот это все называется правовым полем инфраструктуры, инновационной, понимаете? То есть, например, в Китае это решено вопрос. Я когда с ними разговариваю, говорю, а как вы делаете? Да какие проблемы? Нет проблем. Вот у них там профессор пришел, женщина пришла ко мне и говорит, вот у меня, говорит, патенты вот были, вот мы создали малопредприятие, там вот и вот сейчас вот работаем, мы тут связаны с университетом, университет нам передал, там сколько-то, у них принято там 10 процентов, там все. То есть, у них есть какие-то свои законы, которым они работают там, да? И малопредприятие работает там с компаниями, потому что компания не любит особенно вот заключать какие-то проекты с университетами, потому что университеты, как и Россия, они очень такие неповоротливые, да? Они не участники вот рынка вот такого вот быстрого, какого-то такого, знаете, вот производить что-нибудь, что-нибудь конкретно сделать, да? Мы можем очень хорошо, красиво сделать какие-то исследования. На очень высоком уровне. Но если мы входим в какую-то гонку, в конкуренцию там на решение какого-то практического вопроса, то здесь нам нет, как бы, мы не конкуренты в этой борьбе. Почему и компании создают свои R&D-центры? В России тоже огромные R&D-центры, которые пытаются привлечь университеты, но чаще всего они пытаются привлечь, о, говорят, вот университеты есть, ага, вот там есть мужик, который все хорошо делает, да? Давайте-ка мы его пригласим. То, что они могут отдать на аутсорсинг или подписать нас подряд, грубо говоря, да, упрощенно говоря. И они с удовольствием пытаются не университет привлечь, например, а человека, который там есть. Понимаете, это тоже очень сложный вопрос. Вот, как бы, да, конечно, на Западе тоже это все работает, но у нас, например, нет таких вот жестких вещей. Вот человек, например, вот он работал, работал, да? Потом его консультанта пригласили в какую-то компанию, он же вот это вот в этих грантах, в этих все-все здесь получил, да? Потом пошел туда все слил, как бы, да, получил за эту зарплату, покойненько себе живет, да? Ну, я тоже захожу, вот я говорил про одну область, сейчас другая область. Это черная дыра такая, которая вот тоже непонятно как. И сейчас, в общем-то, компания это понимает, и они, зачем им платить, скажем, там, не знаю, 100 рублей университета? Ну, Березовский в свое время, не к ночи будь помянут, ведь это одна из его максимум или афоризмов. Зачем, говорит, покупать компанию, когда можно купить топ-менеджера? Ну, да. Да, можно купить человека. Данил Скалыч, огромное вам спасибо. В общем, из нашего разговора я делаю один довольно примитивный вывод. Вы можете меня поправить, или, как Горбачев говорил, углубить. Мой примитивный вывод. Что, в общем, вот повод, с которого мы начали, вот эти вот выкладки, показывающие разительное несоответствие между местами университетов в рейтинге, например, в КУЭС или там в ДЭЭ, и их патентной активностью, между их патентной активностью, эффективностью и публикационной активностью. На самом деле, вот это вот не должно шокировать, потому что каждый несет свой, как говорится, чемоданчик, и университетские умы, университетские наработки так или иначе будут, вернее, уже по ходу востребуются. Вопрос только в том, чтобы какие-то лакуны закрыть, для того, чтобы это было более четко регламентировано, в правовом поле, в первую очередь. И таким образом, чтобы это не наносило, не то что ущерба, чтобы это не лишало университета выгоды, понятия упущенной выгоды. По поводу роли бизнес-компании. Есть такой Ричард Флорида, автор теории креационного класса. Он по поводу Кремниевой долины, о которой мы в начале разговора упомянули, высказался. Я просто эту же цитату привел наш коллега в своих этих выкладках по поводу патентов, публикаций и так далее. Господин Флорида, или мистер Флорида, пишет, что потенциал использования университета в качестве двигателя развития захватил воображение бизнес-лидеров, администраторов и ученых и сбил их с верного пути. Теория, я кое-что упускаю, теория, согласно которой выстраивается прямая линия от университетских исследований к коммерческим инновациям и неуклонно растущей сети новых компаний, это наивный и механистический вклад на развитие университета, на вклад университета в экономическое развитие. И дальше он замечает, что Стэнфорд не сам по себе превратил Кремниевую долину в то, чем она является. Бизнес-лидеры и венчурные капиталисты создали местную инфраструктуру. Мне бы очень хотелось, чтобы где-то у нас нарисовались такие бизнес-ангелы, венчурные капиталисты, которые поняли бы, что и на долинах, и на взгорях прежде всего надо создавать инфраструктуру. В том числе и правовую инфраструктуру, конечно. На этом, наверное, все. Одну из двух фраз. Знаете, вот сейчас пришло время, наверное, государству очень об этом сильно задуматься. Потому что мы сейчас очень много производим, делаем работ, за государственные деньги. То есть гранты всякие, фонды именно государственные. И, в общем-то, я не могу сказать, что мы все, что патентоспособно, мы успеваем сделать патенты, превратить патенты. То есть объекты интеллектуальной собственности. Вот это очень важно, потому что мы как бы теряем часть тех средств, которые могли бы получить. И, к сожалению, эти вот вещи могут просто через статьи, через какие-то вот другие источники утечь. Опять мы работаем немножко... И опять там будут запатентованы и использованы. Да, там не будут запатентованы, они могут быть использованы, потому что опубликованы, когда вы уже не запатентуете. Но это может навести на мысль. То есть сегодня очень важно, чтобы государство вот эту инновационную инфраструктуру, как вы говорите, правильно, вот эту вот правильную, она большая финансовая, там, юридическая основа, да. И вот использовать вузы, вот мы выпускаем специалистов хороших, а им работать негде, хорошие специалисты, понимаете, и они вынуждены уехать в лучшем зарубежном, в лучшем случае строится в зарубежной компании в России. То есть вот здесь начинаются инновации. Инновации — это люди, на самом деле. Это люди, это вот конкретные люди, молодые, значит, амбициозные ребята. Это бизнес-ангелы, это венчурные капиталисты, это вот как бы сподвижник, которые хотят что-то вот сделать. Вот это люди, на самом деле. Государство должно об этом подумать. Ну да, в конце концов, это главный капитал, да. К счастью, это в теории уже общепризнанно, а в том, что касается практики, нам немножко надо еще тут пошагать, да, мягко говоря, немножко. Спасибо еще раз, Данис Калыч. Я хочу напомнить, уважаемые телезрители, что это была программа «Акцент». Мы беседовали в студии с проректором КФУ по научной деятельности, Данисом Калычем Нургалеевым, о многих интересных, с моей точки зрения, проблемах. Я надеюсь, что они хоть в какой-то степени заинтересовали и вас. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!